Гонконг. Особенности медшорной юрисдикции. После выбора регистрационного агента необходимо заполнить в режиме онлайн предлагаемые анкеты и представить документы на владельцев компании. Мы готовы выполнить следующие шаги для регистрации медшора в Гонконге. Проверить наименование компании в регистре. Заполнить на государственном языке и подать на регистрацию необходимый пакет документов. Провести оплату госпошлины за регистрацию компании. Предоставить секретаря и юридический адрес для компании. Изготовить печати компании. Как открыть фирму в Испании? Подробная инструкция. В первую очередь отметим, что нерезиденты могут открывать предприятие на испанской территории только при наличии идентификационного налогового номера NUMERO DE IDENTIDAD EXTRA HERO. Получить его можно двумя способами. Если вы гражданин ЕС, с помощью подачи заявления в офис обработки иностранных граждан Офисина DE EXTRA HEROUS в любом полицейском участке Испании. Если вы гражданин страны за пределами ЕС, обращением в консульство Испании в государстве проживания Москве, Киеве, Минске и т.д. Очень важно, чтобы нерезиденты, планирующие открыть фирму в Испании, располагали разрешением на работу. Оформить документ можно в виде бизнес-визы для инвесторов с инновационными продуктами, либо визы самозанятого работника. Коста-Рика против Белиза. Белиз и Коста-Рика являются одними из популярных мест отдыха иностранных туристов, а также излюбленными местами проживания пенсионеров из США, Канады и Европы. Если вы хотите эмигрировать, подыскиваете комфортное место для жизни, бизнеса или инвестиций, то можете сравнить эти две страны, чтобы понять, подходят они вам или нет. Эти два государства безопасны для иностранцев и расположены на узком участке суши между Северной и Южной Америкой. Это регион Центральной Америки, который включает в себя Белиз, Сальвадор, Гватемалу, Гондурас, Никарагуа, Коста-Рику и Панаму. Корпоративные налоги в Сингапуре в 2021 году. Наиболее важные сведения по Сингапуру. Наблюдается тенденция к снижению ставки корпоративного налога на компании. В стране действуют многочисленные налоговые льготы. Выгодное налогообложение способствует притоку иностранных инвестиций. Налоговая система одноуровневая. Действует территориальный принцип обложения. Специальный режим в Румынии – налог на прибыль 1% или 3%. Ставка 1,3% предусмотрена для микробизнеса, который выполняет следующие условия. Максимальная выручка на конец предыдущего года составляет не более 1 млн евро. Прибыль от управленческих консультационных услуг составляет не более 200 тыс. евро в год, то есть 20% от общего объема выручки. Среди учредителей компаний нет государственных и или муниципальных организаций. Предприятие не ведет деятельность, подлежащую лицензированию на территории Румынии. Получение ВНЖ в Португалии при покупке недвижимости – варианты. Инвестиции в недвижимость для получения ВНЖ в Португалии являются наиболее популярным вариантом по четырем основным причинам. По сравнению с другими европейскими странами, цены на недвижимость в Португалии по-прежнему относительно низкие. Прирост капитала возможен благодаря впечатляющему росту туризма. Что произойдет через 5, 6 или 7 лет, можно только догадываться из-за непредсказуемости экономических циклов. Но терпеливый инвестор, ожидающий подъема рынка, в принципе, выиграет от прироста капитала. Сравнительно небольшая сумма необходимых минимальных вложений – от 280 000 евро. Относительная безопасность и потенциальная доходность инвестиций. Текущая возможность получить недвижимость в Португалии по еще низким ценам. Финтех Бельгии. Защита личных данных и интеллектуальной собственности – кибербезопасность. В Бельгии нет конкретных законов для финтех-компаний, однако они обязаны строго придерживаться законодательства по защите личных данных. Общий регламент ЕС по защите данных полностью интегрирован в бельгийские законы. Реформа прошла в два этапа. 3 декабря 2017 года создана комиссия по конфиденциальности, которая была переименована на управление по защите данных. 30 августа 2018 года принят закон о защите физлиц при обработке персональных данных. Как получить криптовалютную лицензию? Стандартный процесс получения лицензии на криптовалюты включает в себя выбор юрисдикции, выдающий разрешительный документ и регистрация в ней криптокомпании, открытие счета для нужд ведения бизнеса, привлечения к работе специализированных сотрудников, подготовку программного обеспечения и необходимого технического оснащения, сбор и подачу документов для получения криптовалютной лицензии. Финтех Вьетнама – рынок с очень большим потенциалом. Основные тенденции финансово-технологической отрасли страны. Самым крупным сегментом являются платежные услуги – 31% всех стартапов. Более 80% финтех-компаний Вьетнама развивают свой бизнес совместно с банками. На декабрь 2019 года количество пользователей электронных кошельков достигло 4,2 млн. Население Вьетнама – 100 млн. человек. Топ-5 игроков рынка – MoMo, PayO, MoCo, ZaloPay и VitalPay. Наиболее сильный рост демонстрирует область однорангового кредитования и блокчейн. Холдинги Швейцарии – сравнение с другими юрисдикциями Европы. Виды деятельности, которыми могут заниматься холдинги Швейцарии – управление активами, иностранной интеллектуальной собственностью, излишками денежных средств, групповое управление, схема затраты с плюсом, Mostly Cost Plus для трансферного ценообразования. Любая коммерческая деятельность вне границ Швейцарии, в том числе реализация интеллектуальной собственности. Какая процентная ставка в швейцарском банке? Сберегательные счета в Швейцарии привлекают внимание многих клиентов, и этому есть логичное объяснение. Возможность открытия вклада в швейцарских франках. На протяжении многих лет швейцарский франк по праву занимает лидирующее место среди надежности иностранных валют, поскольку наименее подвергался валютным колебаниям. Высокий уровень конфиденциальности Швейцарское законодательство запрещает разглашать информацию о клиентских счетах. В случае выявления нарушения к такому лицу применяется наказание в виде штрафа, а в некоторых ситуациях – и лишение свободы. Поэтому вероятность раскрытия личных данных клиента минимальная. Надежность проявляется в стабильной банковской системе. Клиентам, открывшим депозит в швейцарских франках, не стоит переживать за активы, поскольку в Швейцарии действует система страхования депозитных вкладов. В случае банкротства финучреждения вкладчик получит компенсацию в размере 100 тысяч швейцарских франков. Почему бизнесмены выбирают открытие холдинговой компании в Люксембурге? Преимущества Простые требования к процедуре открытия Безопасность Возможность осуществлять различные виды деятельности Быстрая регистрация Почему выгодно открытие холдинговой компании в Люксембурге? Выгодное налогообложение Высококвалифицированный многоязычный местный персонал Упрощенная процедура бухгалтерского учета Подписаны соглашения об избежании двойного налогообложения с 75 странами Развитый финансовый центр ПМЖ в Панаме для квалифицированного покупателя Можно получить, находясь в стране проживания покупателя Может быть получено в течение 30 дней со дня подачи заявления Распространяется на ближайших родственников и людей старшего поколения, которые находятся под их опекой Минимальная стоимость покупки выделенного объекта недвижимости составляет 300 тысяч долларов США Через два года такой минимальный порог будет увеличен до 500 тысяч долларов США Подробности смотрите на канале Redline TV Кавана Бэй Получить второй паспорт через программу инвестиций в Гренаду стало еще легче Всего от 220 тысяч долларов США Преимущество гражданства за инвестиции Гренады Эффективность Быстрый процесс подачи заявки В обычных случаях заявки одобряются в течение 60-90 рабочих дней с момента подачи Затем сразу следует выдача паспорта Заявление должно быть подано после проверки данных анкет Приветствуются семьи Гренада является привлекательным вариантом для международных бизнесменов, ищущих безопасность и свободу передвижения для своих семей Не взимая непомерную плату за обработку документов и юридическую проверку личности для супругов и членов семьи Отличные путешествия без виз Паспорт Гренады позволяет путешествовать без виз в более чем 135 стран Нулевой налог Только для нерезидентов Правительство острова не облагает налогом на доходы, имущество или наследство для нерезидентов Образование мирового класса Университет Святого Георгия является старинным университетом Гренады С аккредитованными медицинским, ветеринарным и художественным факультетами и научным учебным центром Для получения права на получение гражданства нет необходимости посещать Гренаду Подробности смотрите на канале Redline TV По всем вопросам пишите на контакты, указанные под данным видео Продолжение следует...